Здравствуйте, Артур! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Сразу хочу поздравить вас с тем, что вас назначили директором Всероссийского общества знания по Карачаево-Черкесии. И, конечно, я хочу у вас спросить, первоочередные цели и задачи, а главное, посыл вашего общества в нашей республике. Каков он? Российское общество знания берет свое начало с 1947 года, в то, как вы говорите, еще старые времена, так сказать. Тогда это большое общество было. И на сегодняшний день, буквально недавно был перезапуск общества у нас. Владимир Владимирович Путин организовал перезапуск. И сейчас очень много проектов проходит на различных ведомствах республики, страны, федеральные проекты. И есть региональные проекты, которые мы сами проводим, которые проводим по указанию, так сказать, на федеральных, центрального аппарата Российского общества знания. И у нас очень много, в основном, наверное, охват это молодежь от 14 до 35, но и на возрастные категории тоже распространяется много проектов. Сейчас вот скоро будет у нас новый проект, называется «Знание предприятия». Будем его представлять для всех организаций нашей республики. Насчет задач в регионе – это популяризация науки, это внедрение инноваций в просветительский процесс, информирование граждан о достижениях в области науки, доступным языком, в основном, у нас это проходит, чтобы от человека к человеку, так сказать, от первого лица лекция проходит, чтобы человек мог контактировать с присутствующими, так сказать, и вопросы задавали, чтобы у нас в основном делается уклон на вопросы в режиме реального собеседования, так сказать, с аудиторией. Это поддержка педагогов, это у нас проходит способствование адаптации людей пожилого возраста к современному миру, воспитание патриотизма в подрастающем поколении и сохранение исторических и природных памятников. Это вот такие в основном у нас задачи стоят у общества в общем и в регионе также. Но если подытожить, то вся наша работа направлена на расширение лекторского сообщества, на как можно больше людей охватить, это и госслужащие, это и педагогические сообщества, и группы по интересам. Вот такие в основном у нас задачи. Как мы уже сказали, вы совсем недавно в качестве руководителя этого общества. И, конечно, я хочу спросить о ваших основных обязанностях. В чем они заключаются? Я был назначен на должность 1 июня. Первоначально мы переизбранием было у нас нашего регионального отделения. Это председатель в лице Руслана Махаровича Качкарова. Было переизбрание его. После этого 1 июня было назначение мое. Я был как кандидат на должность директора. То есть там согласование с Москвой, с полномочным представительством в Северо-Кавказском федеральном округе. И вот 1 июня уже официально приступил к должности. Очень много работы у нас. Но работа нравится, потому что это всегда, как говорил Владимир Владимирович Путин, самое большое, дорогое богатство этого человека, это знание, дорогая валюта, так сказать, это знание. Ну и в плане просвещения наших граждан тоже делается очень много успехов, так сказать, на сегодняшний день. В республике очень много мероприятий. Вот сегодня можно на 15-е число, на 14-е число мы провели уже 10 мероприятий. В основном это по проекту «Знание государства», федеральный проект для судебных приставов, для налоговой службы, для прокурорских работников. Много, в общем, все ведомства охватываем практически. Вы упомянули о том, что наш президент Владимир Владимирович Путин заявил, сказал о перезапуске Всероссийского общества «Знание». На ваш взгляд, получится ли перезапустить это общество в нынешних реалиях, насколько это возможно? Ну, если поделиться своим личным пониманием, то я могу сказать, что Владимир Владимирович Путин очень грамотно подошел к этому вопросу, потому что общество дает, ну, это на самом деле благое дело делают. Ни в одной стране мира нет такой площадки, как наше общество. Я нигде не видел, где тебе бесплатно, где людям просвещают, проводят лекции, проводят лекции федерального уровня, федерального масштаба, различные проекты для молодых людей, для всех возрастов, можно сказать. И Владимир Владимирович Путин два года объявил о перезапуске, чтобы доступный языком, можно сказать, под цифровым, новое направление цифровое, аудио лекции, онлайн лекции. На самом деле, это очень здорово, что такое происходит в нашей стране, потому что это, ну, очень много затрат проходит на это, выделяются средства федеральные, и помогает, конечно, нашим гражданам в этом плане. Также недавно вы были в Москве на форуме, я смотрела во всех социальных сетях, как вы активно принимали в нем участие, вы задавали вопросы самым известным людям, в том числе Александру Карелину, это легенда мирового спорта, Новаку. Вы говорили и про спорт, и про атомную энергетику. Эти вопросы появились спонтанно? Как все проходило это? Я с Александром Александровичем успел переговорить в первом нашем, первый день пребывания в Москве на форуме, и уже второй день там возможность была, что меня сами пригласили, есть возможность задать Новаку. На тот момент он был председателем правительства, и я задал ему вопрос по поводу атомной энергетики. В прошлом он занимал должность по этому направлению. Я ему задал вопрос, и так сказать, я ему еще поблагодарил его за то, что у нас изменения сейчас очень серьезные в нашей республике. Поехали мы на форум с лучшим студенческим коллективом, с лучшими студентами. Это было в количестве четверо человек поехали со мной от Северокавказской государственной академии. Я как кандидат на должность директора на то время поехал. И там уже мы поселились в гостинице и провели там 4 дня, участвуя в форуме, задавая вопросы, там находились первые лица страны на форуме. Это был и Песков, это был и Новак, это был и мэр Москвы. Ну все практически первые лица присутствовали на форуме. Так, если можно сказать, от лица к лицу сообщение происходило. Насчет вопросов, которые были заданы Новаку и Карелину, я не придумал абсолютно, как-то спонтанно получилось. Задавая вопрос, ну конечно, увидев Александра Александровича, высказал пару лестных слов в его адрес, потому что это еще в детстве я его видел, и все мы его знаем, сказал, пошутили чуть-чуть, посмеялись. Он тоже поделился своим, поделился опытом. То же самое и Новаку, поблагодарил его за то, что у нас в республике просветает наша республика. Не только глава этому способствует, но и вы способствуете, Новак тоже. Ну это было сказано ему, он сказал, я у вас был, приеду еще обязательно к вам. Я сказал, встречу, встречу покажу, берите супругу, детей, приезжайте. В общем, довольно-таки комфортное общение произошло у нас. Помимо того, что вы являетесь теперь уже директором общества знания, вы еще преподаете. Как складывается ваша преподавательская деятельность? В преподавательской деятельности я пришел недавно. Я веду у иностранных студентов, я был куратором иностранных студентов, граждан Индии. Я веду у них историю России и правоведение. Это на английском языке у меня проходит пара. Это было до назначения меня на должность директора. А с этих пор я просто остаюсь у меня часы и просто преподаю у них. Куратор оставил, преподаю в Медицинском институте Северокавказской государственной академии. Вы также активно участвуете в различных молодежных мероприятиях нашей республики, всероссийских, региональных. Какое самое значимое мероприятие в последнее время вы посещали, принимали участие? Расскажите об этом. Наверное, Машук. Я первый раз был на Машуке. Там собирались 89 директора субъектов региональных отделений, общества знания, проходили обучение. Там был и генеральный директор Максим Алексеевич Древали, и замгенерального директора. Очень много гостей приглашенных, которые помогали нам, разъясняли наши действия, чтобы у нас работа была, так сказать, сформирована на высшем уровне у каждого региона. И очень плодотворно прошло обучение. Мне понравилось. Артур, как общественный деятель, в чем вы видите свое основное назначение? Помощи нашему государству, помощи России, быть лидерами во всех направлениях. Я благодарю вас за интервью. Конечно, я желаю вам успехов на новом поприще. Спасибо. Спасибо.